видео че не началось а мне уже душно все привет ребят с вами своем это не лайк это очередное видео на моем канале и да что у нас сегодня правильно очередное потрясающее видео по названию которого вы наверняка догадались о чем мы с вами говорить а говорить таки мы наконец-то будем о книге сара джимас королевство шипов и роз а вот что окажется острее шипы этих самых роз или мой язык узнаете в этом видео поэтому если вы готовы то с вашего позволения давайте начнем так собственно и жду ли вы таки дождались этого обзора и я все обещал его и обещал но не снимал по ряду разных причин основная из которых это то что я не хотел читать эту книгу но возможно вы сами пожалеете о том что попросили у меня этот обзор после того как его посмотрите королевство шипов и роз сары джимас не нуждаются в представлении потому что эта книга и сама писательница уже давным давно перегнали всех по популярности и мы будем с вами разбираться как почему зачем а главное на какой во всем этом смысл потому что на самом то деле книга настолько известна она из каждого угла из каждого тик тока из каждого обзора так или иначе выскакивала но а учитывая сколько я тянул с этим обзором мне кажется что вы уже давно сами и прочитали и составили какие-то определенные выводы но вам возможно интересно послушать что я скажу а мне есть что сказать потому что готовился к этому обзору очень очень долго настолько долго что я уже как будто бы теперь каждому видео подбирать буду какой-то интересный костюм как вам эта рубашка мне кажется что вполне себе стильно осталось только узнать вот эти эльфийские фейри уши найти какие-нибудь острые возможно у меня не есть секундочку что-то в этом есть непонятно правда что но что-то сара джемас родилась 5 марта 1986 года и стала одной из самых известных американских авторов романтического фэнтези благодаря своим захватывающим сюжетом широкому развитию персонажей и яркому описанию миров масс завоевала сердца миллионов читателей по всему миру и на сегодняшний день все книги суммарно продались тиражом более 38 миллионов экземпляров и переведено 38 языков что по моему мнению светильцы достаточно большой популярности и влияние в литературном мире сара джемас начала писать свое первое произведение стеклянный трон еще в 16 летнем возрасте она выложила первые главы книги тогда еще известный под названием королева стекла на сайте fictionpress.com где они быстро завоевали популярность я кстати читал стеклянный трон до 3 книги этого цикла я дошел не могу сказать что мне понравилось потому что я бросил когда началась уже совсем какая-то ахинея хотя задумка на самом-то деле у этого цикла очень даже приятная но мы говорим про королевство шипофорос а это ее второе фэнтезийное произведение изначально сара джемас задумала свою серию как пересмысление сказки красавица и чудовище и легендарные баллады о там ли не истоки которые уходят в шотландский фольклор центре повествования этой истории спасение там ли на его истина любовью от королевы фей ну а мы с вами давайте-ка узнаем что он предлагает аннотация этой книги пока все мои уши еще на месте могла ли знать 19-летняя фейра что огромный волк убитой девушкой на охоте на самом деле преображенный фейри расплата не заставила себя ждать она должна была или заплатить жизнью или переселиться за стену волшебную невидимую преграду отделяющая владение смертных от притяний королевство фейри фейра выбирать второе там ли владелец замка куда девушка попадает не просто фейри он верховный правитель двора весны одного из могущественных дворов на которые поделено королевство однажды фейра узнает тайну на двор весны и на там ли на ее покровитель злые силы наложили заклятие снять которая способна только смертная девушка целом все довольно таки стандартно у нас есть главная героиня которая не особенная но при этом особенная естественно есть вот этот вот хер и какое-то проклятие которое необходимо снять чистой искренней любовью под соусом грязного разврата написание королевства шипов роста а раджемас начала еще в далеком 2009 году и первый черновик как раз таки романа она завершила примерно за пять недель но несмотря на тот факт что книга была завершена еще в 2009 году на полке магазинов она попала только в 2015 и естественно приобрела невероятную разрывную популярность благодаря которой собственно цикл было принято расширить а сара джемас настрочила так настрочила ну а мы с вами перед тем как перейти к обзору сыграем нашу любимую и традиционную игру сколько страниц в этой книге правила которые невероятно простыны а все равно для вас их напомню потому что вдруг кто-то смотрит меня впервые добро пожаловать присоединяйтесь у нас тут очень очень весело вы смотрите на книгу пытаетесь прикинуть или угадать сколько в ней страниц и конечно же пишите свой ряд внизу в комментариях и если вы угадали я вас поздравляю а если не угадали я вас чмокаю что-то в ягода себе игривое настроение то все эти рубашки волшебные с рюшами и эти уши я не знаю что то в этом есть люблю клоунаду и так раз два три в этой книге 512 страниц а вот сколько из них главная героиня ведет себя абсолютно неадекватно мы с вами узнаем как и всегда начинаем обзор с внешних характеристик книги мне на самом-то деле очень нравится оформление которое у нас здесь присутствует потому что у нас вся серия с разными цветами на обложках и естественно что здесь вот тоже у нас что то есть хотя я не очень люблю супер обложки на самом-то деле однако у нас через всю книгу красной нитью проходит то что розы это символ нежности любви а шипы это опасности которые мешают этой самой любви расцвести но собственно мне это все очень нравится я любуюсь радуюсь и вот знаете эта обложка напоминает эти времена когда я еще увлекался вот этим романтическим фэнтези это было давным-давно и вот тогда обложки были немножечко оляпистые странные но при этом такие родные и было понятно что ты хорошо проведешь время каких-то придирчивых комментариев по поводу оформления этой книги у меня нет потому что ну опять же такие обложка в стиле я богиня графического дизайна меня полностью устраивает потому что на некоторые книги сара джимаса если честно без слез не взглянешь есть там определенные как раз таки проеба единственное чего бы мне хотелось это чтобы вот на форзатсе и нах зате были какие-то возможно иллюстрации или карты или что-то вот такое знаете добавляющая эффекта фэнтези что ж теперь я на самом-то деле могу вам поведать историю о том почему так долго не было этого обзора я приобрел первые три книги этого цикла еще в прошлом году и думал что я сейчас быстренько отстреляюсь с этими обзорами вы им порадуетесь и все у нас будет прекрасно но когда я начал читать первую книгу я вам честно скажу у меня с ней какого-то коннекта не случилось меня раздражало в ней абсолютно все главная героиня сюжет каждое слово меня выводила на ярость я могу понять почему потому что я себя прекрасно понимаю как человека мне было скучно мне было абсолютно неинтересно и я не понимал почему это популярно почему это читают и какой здесь может быть обзор на самом-то деле однако спустя какое-то время я все-таки вернулся к этой книге уже в ее английском варианте и понял что возможно есть какие-то некоторые огрехи в переводе которые меня не устраивает но не то чтобы сара джимас на самом-то деле пишет каким-то охуенно заверченным и потрясающим языком у нее в оригинале по моему через каждую строчку тире повторяется и вы естественно невероятно настойчиво требовали этот обзор добились таки своего ну и что делать я иногда тоже скучаю по вот этим фейри писькам и тупым персонажам поэтому давайте-ка мы с вами разберем что мне понравилось и не понравилось книги сара джимас королевство шипов и роз и начнем давайте с чего-то приятного а закончим за упокой моей нервной системы королевство шипов роз мне понравился какой-никакой но присутствующий лор то есть все вот эти моменты связанные с дворами их верховными правителями кто зачем как и почему какая-то история как произошло проклятие и все остальное это имело смысл для сюжета книги и сара джимас нас иногда во все это погружала и делала это как мне кажется довольно естественным образом мы познавали весь этот магический фэнтезийный мир вместе с главной героиней да было много моментов которые я не особо понимал возможно они раскроются в последующих книгах потому что я к ним еще не прикасался но меня мифология этого мира устроила да в какие-то моменты это было невероятно тупо очень сильно притянуто за уши но хотя бы было уже порадуемся потому что опять же таки после того как я прочитал половину книг масян тунсю у меня уже не должно возникать проблем с пониманием какого-либо лора и мифологии потому что она мне конечно дала поебалу всеми своими отсылками на китайские какие-то династии правления все остальное и именно из-за появления вот этой самой мифологии и самое главное ее объяснение в каких-то эпизодах мы радуемся тому что сара джимас как автор хочет нам показать мир который она написала потому что в огромном количестве романтического фэнтези на это все забивается огромный болт в том же четвертом крыле мы вообще большую часть времени не понимаем что блять происходит и нахуя нам это надо нам просто говорят это магия а мы такие спасибо дура мне бы больше хотелось именно в этой части узнать про остальные дворы в которых происходят тоже какие-то интересные события наверняка но тут по сути действия большей части книги происходит в одном и том же месте возможно в последующих романах этого цикла уже даются какие-то интригующие подробности по крайней мере я очень на это надеюсь вы ждете что я буду рассказывать что мне еще понравилось да это все в целом увы но это так мне больше в этой книге ничего не понравилось и когда я это говорю я напоминаю что это мое мнение и я не запрещаю вам читать или наслаждаться какой-либо литературой из года в год я повторяю эту фразу и из года в год меня продолжают хуй соси по всем восторженным отзывам которые я слышал по поводу этой книги и всех последующих продолжений у меня были некоторые ожидания то есть мне хотелось получить какие-то хитро сплетенные интриги между сверхъестественными существами горячие страстные романы и события которые заставят мое сердце трепетать а самое главное получить героиню за которую можно будет переживать да у нее есть недостатки но она сильная волевая и интересная а по факту мы получили дуру главная загвоздка это что мне больше всего не понравилось это то что логика повествования и сюжета очень часто идет на три веселые буквы и под этими тремя веселыми буквами я предполагаю слово хуй потому что очень много бреда который настолько сильно притянут за уши что ты к концу книги уже просто думаешь блять да нет это невозможно вы угораете надо мной невероятно горячий фейри там блин увозит фейру в роскошный мир фейри где ее ожидают шикарные наряды и вкуснейшая еда чё за бред блять а она еще сука страдает по этому поводу если что это типа наказание потому что когда фейра наша убила волка в самом начале книги мы еще об этом поговорим в кратком пересказе сюжета там линей говорит ну либо ты умираешь либо ты скачешь со мной в охуительный замок с невероятно огромной территории блять и наслаждаешься жизнью и она такая какой же сука сложный выбор и вот таких вот затупных моментов хоть жопой жуй но если на них еще можно закрыть глаза то на то что фейра абсолютно она тупейший блять человек на свете никак не получается причем нам ее представляют как вершину интеллекта смекалки и храбрости вот этих всех волевых качеств она да совершает дерзкие поступки в отношении более сильных каких-то вот персонажей но при этом нам должны раскрыть с какой-то более мягкой до стороны показать что несмотря на то что она бунтарка она еще и вот такая вот добрая чувствительная бла-бла-бла и все остальное нет всю книгу эта сука ведет себя как дура я не знаю сколько в книге моментов когда ей говорят пожалуйста не делай этого иначе ты умрешь и она делает все чтобы сдохнуть блять и говорят посиди в своей комнате не выходи она говорит да мне похуй я в рот ебала я пойду да я хочу умереть я хочу посмотреть мне интересно каждая сука ее вот такая тупая ошибка приводила опять же движению сюжета и меня наводило все это на мысль о том что сара джимас просто не могла сдвинуть фейру с места чтобы сюжет хоть как-то продвигался поэтому нужно было чтобы фейра совершала абсолютно наитупейший блять действия мне не очень понравились персонажи этой книги они все достаточно блеклые то есть у нас есть например лосен который в оригинале блять вообще-то люсьен то есть к переводу я даже не буду на самом-то деле докапываться потому что у нас есть моменты которые сделали перевод книги лучше потому что у сара джимас там были блять чувствую каждую пору на своем теле и я такой а у них там кости гавкали в оригинале я такой блять но и здесь ебаный в рот почему нельзя просто нормально перевести имена название вот что вот вам хочется чтобы я страдал или что собственно у нас там есть этот лосен люсиен люсик назовем его люсик он мне не особо понравился хотя персонаж наиболее харизматичный из всех кто присутствовал в этой книге потому что фэйра пусть идет вообще нахуй также у фэйры была служанка горничная довольно тоже побочный персонаж хоть и приятный все стои главной героини не какущие но говорят что они там раскроются в будущем в этой книге меня на них похуй отец главной героини просто безалаберный придурок все у меня больше никаких комментариев нет по поводу мужиков я на самом-то деле пока не вижу в них ничего особенного но сейчас немножечко забегая вперед так как я последующие книги не читал мы все прекрасно понимаем открывая эту книгу что фэйра будет ебаться ставлен да но возможно сара джимас не до конца понимала что она хочет сделать любовный треугольник или какую-то связь на стороне или что-то в этом духе там блин середины книги начинает превращаться просто в какое-то говняное месиво он конечно там проявляет какую-то свою заботу каких-то абьюзивных отношений я там не особо увидел возможно в будущем будут но из-за того что в книге появляется оризонт вот этот вот темный властелин с огромной писькой естественно что вот этот вот тамлин отходит на второй план и в целом ризонт он такой интересный в своем ключе персонаж потому что все остальные персонажи этой книги абсолютно никакущие но мне понравилось то что ризонт он такой с серой моралью вот он и пиздюк и говнюк и что-то хорошее может сделать поэтому посмотрим как события с ним будут развиваться в будущем главная злодейка амаранта блять выносите нахуй меня ногами вперед выносите и в дурку сразу она буквально всю книгу вот так вот стоит как вот самый злодейский злодей который покручивает усик и рассказывает свой коварный план вы зачем из меня дуру делаете а я скажу вам честно что у меня каких-то прям завышенных ожиданий по поводу этой книги не было я примерно представлял что это такое но я думал что оно будет получше написано но будет гораздо интереснее потому что очень много всего размазано я уже не говорю про сам текст который переполнен описаниями которые по большей части вообще ни на что не влияют очень много думных дум главной героини которые можно было урезать буквально в одно предложение и ничего бы тоже не поменялось и это все превращается в дикую тягомотину а тут даже какого-то интересного интимного соития тоже не присутствует было парочку моментов но все это просто скатывается в никуда и мне на самом-то деле довольно обидно за эту книгу потому что тут могло получиться что-то получше как мне лично кажется но есть один момент который я бы хотел прояснить по поводу этой книги из за того что она была написана очень-очень давно да и вышла она достаточно давно уже почти 10 лет назад я думаю что тогда в те времена это все еще было актуально ново и интересно но сейчас когда мы живем в мире где мы перенасыщены уже всевозможными этими романтическими фэнтези которые буквально по большей части все скатились какую-то порнуху уже не просто в легкую эротику а вот прям дикую еблю со всевозможными магическими существами королевство шипов рост достаточно сильно теряется на этом фоне поэтому если вы не знакомы с этой книгой и с какими-то другими жанровыми особенностями не увлекаетесь как я особо романтическим фэнтези возможно на вас это будет иметь какое-то впечатление давайте к сами перейдем к краткому пересказу сюжета и вы должны сразу понимать что он вообще не краткий я его переписывал огромное количество раз поэтому получилось довольно подробно роман королевство шипов роз начинается с того что на открытом пространстве леса юная фейра охотится чтобы добыть для своей семьи хоть какую-то еду она младшая из своих сестер но при этом должна была стать опорой для них и для всей своей семьи ранее семья фейры жила в достатке но из-за неудачных инвестиций отца и уже последующие травмы как раз таки от кредиторов все заботы на пропитание пали на фейру потому что сестры фейры не смогли смириться с тем что теперь они живут в бедности и продолжают строить иллюзии о прошлой роскошной жизни погони за пропитанием фейра все глубже и глубже заходит в лес и приближается граница между землями фейры и людей это очень опасное занятие но фейра в отчаянии и как раз таки охотясь она видит оленя а также довольно крупного волка и чтобы ее добыча не сбежала она решает убить волка и собственно понимает что возможно убила фейри выстрелив волку прям в глаз на следующий день в дом фейры и ее семьи врывается непонятный зверь который превращается в фейри по имени тамлин который сообщает фейри о том что она действительно убила фейри и теперь ей нужно либо отдать свою жизнь за него либо же она отправляется с ним в притянию то самое королевство фейри и понимая что ситуация довольно таки безвыходная и еще то что она заебалась постоянно кормить свою семью и то что ее батя который там вечно лежит ни хуя не делает со своей травмой ноги и ее сестры которые постоянно блять ноют фейра решает что она выбирает жизнь роскошную фейри лэнде темлин применяет свои волшебные силы и заклинает фейру чтобы она не запомнила где находится его поместье чтобы она естественно не сбежала там он ей говорит что ты можешь перемещаться свободно по моим роскошным землям но не за их пределами потому что там тебя поджидает опасность человеческом облике темлин и все его как раз таки прислужники в поместье носят маски приклеенные к их лицам фейра постепенно налаживается всеми отношения и с люськой лучшим другом тамлина и со своей как раз таки служанкой которая очень приятная но помня об обещании которое она дала свою умирающей матери о том что она будет заботиться о своей семье она не может полностью расслабиться и погрузиться в эту роскошную жизнь и фейри и ищет способы сбежать и вернуться домой фейра также узнает о таинственной болезни которая поражает земли фейри и выпускает на волю каких-то демонических существ и краем ухо слышит что во всем виновата она а вот кто она нам не разглашает это тайно покрытая мраком решив взять наконец-таки инициативу в свои руки фейра собирает информацию а люсь кто и говорит слушай у нас там есть такие существа называются сурики поймаешь одного он тебя еще все расскажет собственно фейра ловит сурика и тот и начинает рассказывать что там блин не просто какой-то там чмошник он один из самых пиздатых правителей вот этих дворов которые существуют в королевстве и что между прочим там на нем висит страшное проклятие да и вообще знала бы ты сколько сука страданий тут произошло неожиданно на фейру из сурика нападают наги это демоны говнососы почти убивают нашу главную героиню но тут ее в последний момент спасает там блин и после чудесного спасения он ей говорит о том что ей не стоит беспокоиться о своей семье у них там все шикарно за ними ухаживают у них куча денег еды и всего остального а еще им изменили память так что теперь они все думают что фейра уехала жить и присматривать за своей умирающей тетей и после этого фейра такая думать бля слушайте проблемы исчезли теперь я на курорте и начинает заниматься рисование в один из вечеров там блин просит фейру не покидать ее комнату потому что он должен принять части в ежегодном обряде который представляет для фейры достаточно сильную угрозу потому что там собираются всякие фейры и так далее и тому подобное поэтому сиди блять в своей комнате на хуй и не пизди что делает фейра конечно же не слушает его блять надевает плащ который скрывает ее человеческую натуру но на фейру все равно нападает три фейре и когда ей уже очень сильно в причинных местах грозит опасность и и спасает другой фейре но фейр это понимает что возможно он не так прост и убегает люська находит фейру и говорит что она тупая дура и должна была сесть в своей комнате потому что они празднуют начала весны а так как там лин лорд весеннего двора ему нужно совершить определенный обряд чтобы обновить свои магические способности и для этого ему в конце придется выбрать себе деву с которой он там в пещере займется волшебным перепихоном фейра конечно же нихуя не поняла и отправилась спать в свою комнату ночью услышала что там лин возвращается спускается а он сразу начинает тереться об ее ногу как сутулый пёс она ему говорит чё ты поебался что ли там чё с кем-то он не говоришь надо было бы тебя тупая дура они начинают прикидываться всякими вот этими своими комплиментами там лин кусает ее за шею она такая о боже это так развратно непонятно и сексуально они начинают испытывать друг другу чувство и собственно наказали друг другу своей позиции она то что нихуя не понимает а он то что ебарит на празднике лета там лин и фейра сосутся потому что фейра набухалась феерийским бухлом но на обеде происходит суматоха потому что неожиданно врывается верховный лорд ночного двора ризан и все говорят нужно спрятать фейру блять все равно фейру учуяли ризан говорит я про тебя расскажу о амарантия она и моя возлюбленная и королева и вообще всех нас она имеет в жопу и так далее и тому подобное фейра же совершает впервые за всю книгу адекватный поступок и представляется чужим именем ризан конечно пообещал не рассказывать амарантия о фейре но там лин понимает что пиздюк все равно проволтается и отправляет нашу главную героиню во своя сем но перед этим признаются ей в любви но фейра не может ответить ему взаимностью вернувшись домой фейра понимает что ее семья сказочно богата как говорится из одной роскоши в другую и богата не потому что таинственный незаконец посоветовал им правильные инвестиции и фейра поняла что это был там лин и кстати сестра фейры неста нанимала специального следопыта чтобы тот ее выследил и фейра была тронута заботой сестры спустя время фейра узнает что девушку именем которой она представилась еще будучи в притяне похитили вместе с ее семьей и фейра понимает что возможно происходит какая-то хуета потому что там лин бы такого не допустил и решает отправиться обратно в притянию и говорит нести о том чтобы та взяла семью и отвезла в безопасное место на случай какой-то угрозы пересекая границу и вернувшись обратно в дом там лина фейра находит в нем только разве что служанку с которой подружилась и та ей рассказывает и о проклятии которое с ними случилось и о том что амаранта забрала собой там лина из-за этого проклятия и собственно оказывается что амаранта и есть та самая обманщица про которую говорил сурик и что она от имени короля пыталась завоевывать доверие великих лордов и что у нее когда-то во время войны еще вот с людьми была сестра которая влюбилась в смертного воина тот ее предал и убил изуродовал тело чтобы амаранта его нашла и теперь амаранта ненавидит людей и вообще она не видит всех и она такая вот бля я вас всех уничтожу суки мерзкие проклятие 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 после заключения мира между людьми и фэйре амаранта поняла что сука пора всех просто разгибать и начала потихо перетаскивать свою армию создавать там какие-то союзы интриги плести но это все в книге объясняется крайне тупо и очень странно мотивация у нее тоже какая-то довольно таки поэтому у нас есть амаранта она главная злодейка этой книги после восхождения на престол амаранта пригласила там ли на и весь его двор на костюмированный маскарадный бал где сказала что хочет брака с ним он ей отказал она его прокляла и заодно весь его двор именно поэтому они все как раз приходят в этих масках потому что прокляли их на маскарадном балу я считаю что это очень кстати довольно таки симпатичная и интересная деталь которая раскрывается только в самом конце книги практически проклятие которое амаранта наложил на там лена довольно таки специфичное настолько сука специфичное что оно было создано буквально для фейры объясню почему там лин говорит да я браку с тобой предпочту брак со смертной амаранта такая ладно окей тогда в тебя в течение 49 лет должна влюбиться смертная которая ненавидит и убивает фейри и при этом она должна вслух сказать что тебя любит и я такой блять да ёптвою вы че угораете многие годы темблин пытался разрушить проклятие отправлял своих воинов фейри в земли людей чтобы опять же таки кто-то из людей мог убить фейри доказав при этом свою ненависть к фейри чтобы потом влюбиться в там лена блять и когда это сделала фейра и именно в начале книги волки и дал себя убить он не сопротивлялся фейра поняла что она могла спасти тамлина если бы перед отъездом домой она бы сказала что она его любит блять но не так вот эта книга работает и сука как же меня уже заебало это повествование фейра конечно же решает спасти тамлина приезжает к амаранте в замок и такая дай мне блять моего мужика ты заебала уже всех здесь хватит но амаранта предлагает фейре два решения проблемы во первых загадка либо испытание и так как фейра тупая нахуй как пробка она не может отгадать самую сука простейшую загадку в мире поэтому ей предстоит пройти испытание первом испытании фейра отправляет в лабиринт из которой она выбирается но очень сильно израненная и в обмен на исцеление ризент предлагает ей одну неделю каждого месяца проводить у него в ночном двору на что фейра соглашается ризент ее исцеляет во втором испытании нужно было найти правильный рычаг чтобы люсику не убила фейра тоже с этим справляется а третье испытание это убийство трех невинных фейри собственно одним из фейри оказывается тамлин и вспоминая что когда фейра проводила ночи с тамлином она не слышала биение его сердца она понимает что у него действительно каменное сердце протыкает его и проходит испытание амаранта же увиливает от того чтобы как раз таки выполнить обещанное и начинает хуй сосить фейру но перед тем как сдохнуть фейра наконец-таки доходит до ответа на загадку амаранты а ответом была любовь и тут проклятие разрушается тамлин убивает нахуй амаранту и вроде бы у всех все хорошо однако фейра постепенно умирает но верховные лорды дворов этих фейри решают дать ей как раз таки частичку своих сил чтобы воскресить ее и вот неожиданно фейра оказывается не просто фейрой а фейрой фейри и они с тамлином уезжают в его двор но перед тем как книга заканчивается нам напоминает о том что фейра до конца своих дней обязана проводить одну неделю каждого месяца у ризанда и вот что из этого получится мы с вами уже узнаем только в следующей книге а вот буду ли я ее читать это огромный вопрос потому что от этой книги я пиздецки устал давайте обсудим во первых амаранта что за пиздец ей вот в этом проклятии не хватало добавить только девушка которая разрушит проклятие должна носить имя фейра у нее должно быть несколько сестер отец который не может работать умершая мать и она должна уметь рисовать и какие еще факты мы знаем про нее накидывайте накидывайте это ж какую логическую гимнастику блять нужно было совершать чтобы до такой хуйни дойти я терпеть не могу вот эти моменты в сюжете когда это все настолько притянуто за уши что невозможно блять я до половины сюжетных ходов здесь дошел еще раньше чем они начали появляться каким образом фейра не дошла до той мысли что ответ на ее загадку когда все проклятие блять подвязано на слове любовь я не понимаю ей все разживали объяснили сказали что и как во всех испытаниях ей помогли без них как раз таки вот этих фейри которые помогали она вообще нахуй ничего не прошла и сдохла бы еще на пути как раз таки в эту ебучую притянию ладно все эти моменты когда ей говорят не делай она делает окей ну насколько же тупорылой нужно быть что вот просто не дойти до самой простейшей сука разгадки в мире последние третьи книги там блин вообще как какой-то обсосок блять сидит вот зачмаренный униженный оскорбленный есть у меня теория о том что в следующих частях на него забьют хуй очевидно потому что ну не просто так появилось вот это вот ты будешь проводить неделю каждого месяца до конца своей жизни со мной они естественно начнут ебаться чего еще ожидать как большая часть книги проходит в объяснение каких-то тупых деталей типа описание стола или ложки а в конце нам выдают три испытания которые не имеют никакого нахуй смысла главный гриния тупит большую часть из них и амаранта такая а разгадка блять ну проклятие снято хули некоторые приколы из текста у меня для вас тоже есть потому что ха-ха-ха кринжовая порно в этой книге тоже присутствует там блин удивленно разглядывал мои отвердевшие соски такой ебаный в рот у нее соски твердые несите стекло будем резать все такой же плоский живот двигаясь к кустику черневшему ниже живота ладно она живет в фэнтези мире поэтому вряд ли у нее там есть шугаринг или электродепиляция ха-ха-ха но это так забавно кустик черневший внизу живота как будто бы у нее там блять садовые фигуры растут в его глазах я видел неутолимый любовный голод я согнула ногу отвела ее в бок и приняла позу собаки блять я ору она начала какой-то йогой заниматься в процессе там блин глухо зарычал и медленно с пристальностью хищника посмотрел на меня я могла отдаться ему такой какая есть не боясь вызвать отвращение честно когда не побрилась перед свиданкой наши руки ноги и даже зубы переплелись зубы блять переплелись у них че вставные челюсти у всех или что намазались корегой и вперед я впивалась зубами в его спину и руки там блин выпустил когти но они меня не пугали и начал подрезать мой черневший кустик его движения стали изнуряюще медленными и каждый толчок раскалывал меня на множество кусочков вот он волшебный фейри секс его зубы прорвали мне кожу на затылке а что у нас с вами получается по итогу королевство Шипофороса Сары Джимас увы но не оправдало моих самых даже крохотуличных надежд роман для меня оказался скучным блеклым и довольно посредственным я не особо понимаю его столь бурную и обширную популярность но что-то в этой книге есть что заставляет людей к ней возвращаться и читать дальше потому что многие из вас мне пишут что продолжение гораздо лучше этой книги что первая часть самая-самая неудавшаяся и возможно это так есть буду ли я это проверять зависит только от вас от ваших лайков, комментариев и количества просмотров на этом обзоре потому что у меня следующие книги уже куплены поэтому возможно я рассмотрю их гораздо быстрее чем эту но мой вердикт таков что вам возможно стоит самим ознакомиться с этим романом потому что он не ужасный он не плохой он просто для меня по крайней мере очень скучный но в нем есть некоторые положительные моменты и если продраться через этот странный перевод и огромное количество размазанных по стенкам и страницам непонятных, глупых и довольно тупорылых моментов возможно эта книга принесет вам какую-то радость и впоследствии вы уже будете наслаждаться другими частями этого цикла я же на данный момент пока не испытываю какого-либо желания браться за следующие части потому что первой мне хватило вот так и это очередная книга Сары Джимас которую я не хвалю потому что мне лично не зашло но если вы еще не избалованы каким-то романтическим фэнтези то мне кажется эта книга вас зацепит потому что в ней есть определенные те элементы которые делают романтическое фэнтези настолько вот популярным жанром и если вам нравится вот эта вот легкая эротика в магическом сеттинге где ходят только самые идеальные и красивые мужики которые готовы на все ради главной героини есть какие-то движухи, испытания такой сюжет почему бы и нет? почитайте, ознакомьтесь и напишите мне свое мнение в комментариях и будет ли у нас какой-то следующий обзор на уже другие части этого цикла зависит только от вас, от ваших лайков, комментариев и количества просмотров на этом обзоре потому что тогда, если я увижу, что вам этого хочется я, конечно же, к следующим книгам вернусь гораздо быстрее потому что они у меня куплены и я начну их читать и да, ребят, на сегодня у меня все я надеюсь, вам понравилось это видео и если да, то я очень этому рад спасибо, что все еще у меня смотрите, я вас очень сильно люблю и хочу, чтобы вы узнали каждый мать его день не забывайте ставить свои комментарии потому что что? правильно, комментарий лучше лайка но и лайк тоже можно поставить а еще ваше мнение должно быть услышано что вы думаете по поводу этого видео? как вам книга Сара Джимас Королевство Шипов и Роз? нравится, не нравится? читали, не читали? возможно, вам нравятся другие циклы этой писательницы? почему? как? что вас зацепило в этой книге? потому что я знаю, что у нее очень много поклонников и многие боятся этого обзора от меня но опять же таки, я не говорю, что книга ужасная она просто мне не понравилась понравилась ли кому-то она из вас? запишите в комментариях мне будет очень интересно почитать тем более, они для вас всегда открыты и грех не воспользоваться такой замечательной возможностью создать для меня парочку прекрасных строк с вами был я, Энтони Юлайв это невероятная рубашка с этими эльфийскими ушами и вы всегда можете подписаться на мои соцсети там меня найти я вам желаю всего самого наилучшего также мерч наш не забывайте тоже, конечно же потому что вот у меня прекрасная чашка Are you lost, baby girl? и каждый раз напиваясь из нее каким-то чаем, кофе или чем-то еще я чувствую себя гораздо лучше я хочу вас чмокнуть вот так вот потому что я снимаю на новую камеру она стоит вон там, где-то далеко я ее даже, если честно, не вижу и каким будет следующее видео я не помню но оно обязательно обещает быть невероятно интересным как же без этого поэтому увидимся с вами совсем скоро на этом же самом месте пока 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 пока